МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Елизавета Хмелева. Смотрите сегодня. Мы не хуже. Из Ганновера вернулась представительная делегация чувашских промышленников. Кругом вода по водоквалаторе и цивильске пошел на спад. Люксовые номера для любимых питомцев. В Чебоксарах открылся настоящий дог-отель. Итоги социально-экономического развития Чувашии за первый квартал подвели на заседании правительства. Министр экономического развития республики отметил, в целом ситуация стабильная, однако некоторые моменты требуют повышенного внимания. Индекс промышленного производства в первом квартале – около 83%. На общий показатель повлияло сокращение объемов обрабатывающих производств. Они вызваны внешними факторами. Это и снижение спроса на внутреннем рынке. В частности, этот фактор повлиял на динамику производства на таких предприятиях, как промтрактор, агрегатный завод, промтрактор промлид, промтрактор вагон. Повышение конкуренции. То есть эти факторы повлияли главным образом на предприятия химической отрасли. Увеличение сроков изготовления заказов продукции, длительный технологический цикл. Также отсутствие платежеспособного спроса со стороны потребителей сказалось на индексе производства электротехнической сферы. Снижение производства наблюдается практически во всех подвидах экономической деятельности. Хотя ситуация здесь неравномерная. Ряд предприятий заметно выделяются на общем фоне благодаря росту показателей. Швейная фабрика «Пиге», фирма «Август», «Экро», «По Чапаева» и, что особенно приятно, чулочно-трикотажная фабрика. Текстильное и швейное производство вообще среди лидеров по количеству прибыльных предприятий. Кроме того, в первом квартале отмечен рост сельскохозяйственного производства, водожилья, товарооборота и заработной платы. Средний ее показатель составит 17 314 рублей. Это на 12% выше прошлогоднего периода. Интересные ситуации в предпринимательстве. При общем сокращении количества субъектов наблюдается увеличение объемов производства на малых и средних предприятиях. Глава Минэка пояснил, в свете изменений законодательства стало невыгодно иметь патенты на индивидуальную деятельность. Проще вновь стать наемными работниками. Глава Чувашии поручила руководителям ведомств внимательно изучить причины снижения объемов производства и вместе с руководителями предприятий определить пути выхода из ситуации. Там есть объективные факторы, мы тоже это знаем. Но есть субъективные факторы или прогнозы там неверные. В целом же экономическая ситуация в республике остается стабильной, о чем свидетельствуют и другие показатели, в частности, собираемость налогов. Мы бюджет республиканский исполнили с плюсом на 298 миллионов, по местным бюджетам с плюсом на 79 миллионов. По всем видам налогов у нас темпы роста от уровня предыдущего года с плюсом. Кроме того, члены правительства обсудили, как предоставляются земельные участки многодетным семьям. Несколько муниципалитетов в столице и Чебоксарский район Новочебоксарск-Шумерле испытывают острую нехватку свободных земель. Глава Чувашии заметил, это не причина для невыполнения законодательства. Необходимо искать подходящие варианты в других муниципалитетах. Повышать привлекательность земельных участков за счет инфраструктуры. Кстати, опыт Чувашии по освобождению многодетных семей, получивших участки от уплаты земельного налога на три года, специальная окружная комиссия признала успешным. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. В воскресенье в Маргаушском районе горела школа. Пострадавших, к счастью, нет. В результате возгорания закопчены стены коридора на первом этаже. В настоящее время причину пожара выясняют эксперты испытательной пожарной лаборатории. Руководитель Республиканского комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям доложил, как ликвидируются последствия пожара в Шатьмапасинской общеобразовательной школе. Соответствующее поручение глава республики дал еще вчера. В 10.36 возник у нас пожар в Шатьмапасинской общеобразовательной школе. Причина – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Слава богу, что это было днем. Слава богу, что там детей не было в дневное время. И в воскресный день. И плюс своевременное прибытие представителей пожарной части. И плюс то, что с трех сельских поселений добровольно пожарная охрана сработала. Это Юськасы, это Ситракасы, Яробайкасы. Позволило все же минимизировать тот ущерб, который мог быть во время такого пожара. Учебные классы не пострадали, но тем не менее в коридорах надо проводить ремонтные работы. В связи с чем принято решение детей подвозить в соседнюю школу Юськасинскую в 13 километрах на школьных автобусах. С сегодняшнего дня дети подвозят эту школу. В принципе, в одну смену укладывается. С размещением, обучением детей проблем нет. Хотя трудности возникают для детей, конечно. Михаил Игнатьев попросил внимательно подойти к определению суммы ущерба и в ближайшее время восстановить помещение, чтобы дети могли закончить учебный год. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. Еще один пожар произошел сегодня утром. Около 8 часов в деревне Ешкильдина Канажского района загорелся дом. О возгорании сообщили соседи. После тушения огня на месте происшествия были обнаружены тела двух мужчин. 44-летнего хозяина жилища и его 56-летнего односельчанина. По данному факту, Канажским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР Почувашия проводится доследственная проверка. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В целях экспертного восстановления причин возгорания и смерти погибших назначены пожаротехнические и исследовательные исследования соответственно. Проверяется как версия возникновения пожара в результате неосторожного обращения с огнем при курении, так и другие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В целом выборы прошли организованно в условиях тесного взаимодействия. Всех организаторов выборов это избирательные комиссии и органы местного управления и органы внутренних дел. Особенно хотелось бы отметить Федеральную миграционную службу по работе со списком избирателей. Была высокая активность политических партий и, что особенно приятно, большая активность со стороны самих избирателей. Из 35 тысяч избирателей, которые могли проголосовать, почти 19 тысяч проголосовали, это 56%. То есть у нас явка от выборов к выборам растет. Что касается результатов, полученные результаты позволяют говорить о том, что их никто не будет оспаривать. Преимущество в диапазоне от очень убедительного до подавляющего. И из 25 мандатов, которые были распределялись, все 25 получены представителями одной партии, партии «Единая Россия». Чувашская делегация вернулась с Ганноверской ярмарки, которую называют витриной промышленности всего мира. Одна из крупнейших в мире выставок высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации стала традиционной, поскольку проводится регулярно с 1947 года. Сегодня ее участники делились своими впечатлениями от поездки. Каждую весну в Ганновере встречаются поставщики и производители промышленной продукции. Тема нынешней встречи была посвящена энергетике. Россия в этом году стала страной-партнером ярмарки, что сама по себе почетна. Таким образом, организаторы признали тесные торгово-экономические отношения между Россией и Германией. Российскую делегацию на Ганноверской ярмарке представляли свыше 170 участников, в том числе и с Чуваши. Это представители не только крупных, но и средних и малых предприятий. Немецкая сторона акцентировала внимание на том, что сотрудничество между Россией и Германией должно строиться не только на страновом, но и на региональном уровне. На сегодняшний день рассматривается между двумя странами, между Минэкономией развития Российской Федерации и Министерством экономики Германии, план обмена, а точнее говоря, больше все-таки визитов, деловых миссий средних и небольших предприятий Германии в Российскую Федерацию. И в том числе Чуваша, как регион, скорее всего, будет включена в этот перечень, в этот маршрут. Для стран деловая встреча в Ганновере – шанс расширить экономические связи. Для деловых кругов познакомиться с инновациями и изобретениями, наладить или даже возобновить контакты, пообщаться в рамках семинаров, конференций и круглых столов с экспертами, представителями различных компаний, представить себя. Чуваша оформила свой стенд, экспортный и инвестиционный потенциал, презентовала электротехнический кластер, малые и средние предприятия республики, причем в той части выставки, где демонстрировались инновационные разработки. Наша компания в первую очередь поехала туда, чтобы посмотреть, конечно же, на новинки отраслевые, которые представляют собой либо наши зарубежные партнеры, либо конкуренты из других стран. Естественно, одной из также целью было вывести молодых специалистов, конструкторов и разработчиков, чтобы они воочию убедились в том, какой сейчас тренд преобладает в промышленности. Между тем, чувашская делегация не только перенимала мировой опыт, но и с уверенностью заявляла о своем. Представители электротехники уверены, что на сегодня вполне конкурируют на рынке с Германией. И тут, и там тенденции схожи. Нет погони за массовостью в производстве. Я посмотрел производство и оборудование самое. У нас, в принципе, все то же самое. Это лучше. Ведь Ганновер – это самое лучшее, что есть в мире. Они обозначили, что, в принципе, за массовым производством, где именно вот такой вот уровень бешеной автоматизации, обращайтесь в Китай. Нам прямо так сказали, что это Китай. А мы вот именно за крупными партиями, но и по индивидуальному заказу. При этом они говорят, что готовы, не отказываются от работы даже там в количестве одно-два изделия. То есть для них это не проблема. Но, честно говоря, мне вот показалось, что, в общем-то, вот по уровню именно испытательного оборудования, они, конечно, намного впереди. Предприятие за рубежом высокоавтоматизированное. Оплата сотрудников много выше. Делились впечатлениями участники чувашской делегации. Говорили, эта поездка еще раз утвердила во мнении, что нужно повышать производительность труда в республике либо через автоматизацию, либо через научную организацию труда. И что ярмарка помогла наладить деловые связи. А вот как показали и заявили о себе, станет понятно позже. Потому как будет идти экспорт. Ольга Григорьева, Леонид Клейман, Республика. По данным Чувашского гидромедцентра, на гидрологическом посту у деревни Тувси Цивильского района 15 апреля уровень воды на Цивиле снизился. Реки вошли в свое русло. Глава администрации района снял режим «Повышенная готовность к чрезвычайной ситуации». В «АллатРе» снят режим «Чрезвычайной ситуации». О том, как в городе борются с большой водой, в нашем следующем репортаже. Лодка сейчас самый востребованный транспорт в «АллатРе». Кроме личного плавсредства, для приправ людей задействовано и семь лодок спасателей. Дома, попавшие в зону подтопления, посетили медики. Кроме того, в городе работает оперативная группа МЧС. Она координирует работу властей и специальных служб. Жители домов обеспечены водой, продуктами питания. В домах газ, свет. Все функционирует в штатном режиме. Сразу после объявления чрезвычайной ситуации в город прибыли спасатели и представители госинспекции по маломерным судам. Совместно с полицией и противопожарной службой круглосуточно дежурят на подтопленных территориях. Сейчас подпол залит водой. Дома тоже. Вокруг кругом вода. Вокруг домов делаем настилы, болотные сапоги. Переходим. Да, вот это глубина, если это ворота. Вода к домам не подобралась. Потоплены только садовые участки. 69 спасателей готовы начать эвакуацию населения. Людей готовы принять и временно разместить больницы, детские сады и другие социальные учреждения. Поэтому мы уже заранее готовили население, сами готовились, проводили комиссии противопаводковые, разносили памятки, предупреждали через ТОСы, через УКОМов, через радио, через телевидение, через СМИ. То есть люди, в принципе, готовы, оказались в этот раз лучше, чем в 2012 году. Режим чрезвычайной ситуации будет отменен сразу, как только уровень воды снизится. По прогнозам специалистов, вода начнет отступать не раньше 17 апреля. Ольга Пырочкина, Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. В Чебоксарах прошел автопробег памяти погибших в страшной аварии в марте на проспекте Максима Горького. Организаторами выступили посетители форума на связи. Участники автопробега собрались на стоянке у Мегамола и организованно двинулись в сторону театра оперы и балета. Всего насчитали более полутора сотен машин, много было такси. Организаторы надеются, что эта акция заставит задуматься тех, кто позволяет себе сесть за руль в нетрезвом состоянии. Участники считают, если благодаря автопробегу смогли предотвратить хотя бы одно смертельное ДТП, значит все не зря. Автопробег поддержали в ГИБДД Чувашии. Пришли на митинг и родственники погибших в той аварии. Сегодня утром на железнодорожном переезде произошло ДТП с участием поезда и автомобиля. Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги, водитель автомобиля Ниссан Кашкай грубо нарушил правила дорожного движения при пересечении железнодорожного переезда. По данным пресс-службы, за рулем иномарки находилась женщина. Она проигнорировала сигнализацию и попыталась проскочить переезд, но маневр не удался. В результате произошло столкновение. К счастью, виновница ДТП не получила серьезных травм, хотя за медпомощью все же обратилась. В покрово Татьянинский собор Чебоксар прибыла православная святыня Крест-Мощевик с частицей Ризы Господней и частицами мощей 22 святых. Святыня выставлена для поклонения до 5 мая. Крест-Мощевик с частицей Ризы Господней изготовлен из серебра в форме русского трелистного креста. По граням помещены частицы мощей святителя Иоанна Златоуста, великомученика Георгия Победоносца, преподобного Иоанна Дамаскина, великомученика и целителя Пантелеймона, святителя Григория Нискова и многих других особо чтимых святых. Частица Ризы Господней – это та часть одежды Иисуса Христа, в которую он был одет во время несения креста и которую воины разделили между собой перед распятием. Впервые в Чебоксарах прошел фестиваль национальных костюмов, который объединил не только культуры разных народов, но и авторское видение современного и традиционного искусства. Начало такому масштабному мероприятию дал праздник чувашского костюма. Искусство никогда не стоит на месте. Более того, оно изменяется благодаря новым идеям творческих людей и веяниям времени. В Чувашии живет много национальностей, каждая из которых богата своей историей и культурой. Эти коллекции – результат непрерывной работы мастеров. К примеру, Зинаида Воронова создала свою композицию «Звенящая россыпь» в течение года и по праву получила хорошую оценку. Цель фестиваля, сегодняшнего фестиваля – это объединить всех мастеров, художников, всех наций – и Татарстана, и Мордовии, и Азербайджана. Это самое красочное мероприятие, где мы можем знакомиться, показать свое творчество. Дай бог, чтобы этот праздник продолжался. Каждый народ старается сохранить свою индивидуальность, ведь именно через костюм можно показать связь времен и поколений. Я про Туркменистан, костюм, который девушка у нас носит, вот именно в синем платье стоит. Это вышивка из древних времен еще идет. Это очень старые вышивки на тюбитейке. Даже наши прабабушки, прадедушки все это одевают. Фестиваль национального костюма уже стал своеобразным символом дружбы разных народов. Участники праздника надеются, что теперь смогут каждый год демонстрировать свои костюмы. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика. Клетки класса люкс вместо номеров с мебелью. Для самых требовательных гостей – дрессировки и индивидуальное питание. В Чебоксарах на Канарском шоссе заработал необычный отель. Останавливаются здесь не люди, а животные. Четвероногих друзей здесь готовы обслуживать по высшему разряду. Подробности у Дмитрия Ковалева. Ну куда ж тебе отдать? С кем тебя оставить? Хозяева собак, которые уезжают в отпуск или в командировку, постоянно сталкиваются с проблемой. Дома такого питомца без присмотра точно не оставишь. Зато теперь их можно привезти в самый настоящий док-отель. Если бы звезды присваивали и подобным отелям, то оценить уровень комфорта в нем можно было бы на все 5 баллов. Площадка для выголы и дрессировок, просторные номера, теплые помещения и трехразовое питание. Одним словом, обслуживание по высшему разряду. Условия просто изумительные. Вот кто бы так относился к людям, люди были все счастливы. Этот док-отель в Чувашии пока единственный. Для любителей собаководов он стал настоящей палочкой-выручалочкой. Здесь уже появились первые постояльцы. Приютить в отеле готовые немецкую овчарку и китайского пекинеза. Помогают ухаживать за животными и студенты сельхозакадемии, будущие кинологи. Недавно в зоогостинице побывал Добрыня. Несмотря на такую ласковую кличку, характер у пса довольно капризный. Хозяин признается, боялся, что его питомец доставит немало хлопот. Но все обошлось. Оставлял недавно на три дня, уезжал в командировку. И приехал, был очень спокойный. То есть даже спокойнее, чем сейчас. Обращаются, значит, очень хорошо. И, можно сказать, даже не хотел уезжать. Приют в ДОК-отеле находят и бездомные собаки. Этих щенят подобрали на улице несколько дней назад. Животных осмотрел ветеринар, сейчас им подыскивают хозяев. Возможно, что поселятся малыши у этих ребят. На экскурсию в отель приехали ученики четвертой гимназии. Восторгу детей не было предела. Я очень хочу завести домашнего питомца собаку, потому что собак самый преданный питомец. Мне эта собачка очень понравилась. Я хочу, чтобы мне ее подарили на день рождения. То, что сюда можно сдавать животных, а потом кто-то и добрые руки, добрые люди возьмут этих животных, это очень хорошо. Не нужно сразу ввести к уничтожению таких собак, потому что многим нужны животные, это друг, это общение. В док-отеле рады не только собакам приютить. Здесь готовы кошек, кроликов, хомяков. На днях сюда привезли раненую ворону. Сейчас птицу выхаживают и скоро отпустят на волю. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика. Волговятский банк Сбербанка России считается наиболее крупным и динамично развивающимся банком региона. Объем выданных в суд, постоянно растущий кредитный портфель, развивающаяся филиальная сеть это подтверждают. Об итогах работы за первый квартал, достижениях и о предстоящих изменениях говорили на вебинаре с головными отделениями Волговятского банка. На пресс-конференции журналисты по Волжье впервые в режиме онлайн задавали вопросы председателю Волговятского банка Сбербанка России Сергею Мальцеву. На этом у меня все. Всего вам доброго. До свидания. Волговятский банк обслуживает клиентов в Нижегородской, Кировской, Владимирской областях, республиках Татарстан, Чувашия, Мордовия, Мариэл. В этом квартале банку удалось заработать почти 6,5 миллиардов рублей. Активы выросли на 20% по сравнению с прошлым годом. На общем фоне Чувашское отделение выглядит довольно неплохо. Сегодня Чувашское отделение получилось так, что занимает лидирующие, как правило, первые места в Угодском банке по доле Сбербанка на так называемом домашнем рынке. Напомню, по прошлому году мы по количеству выполненных показателей вообще были лидерами. Мы удержим эту практику, лучшую практику и в этом году. Журналисты подметили, что в прошлом году часть рынка Сбербанк потерял. На что председатель Волговятского банка Сергей Мальцев ответил, что в этом году стоит амбициозная задача – удержать долю на рынке. На это сейчас направлены все усилия. Улучшается качество продукта, онлайн-сервиса, филиальной сети. В первом квартале мы запустили спецпредложение по индивидуальным потребительским кредитам, когда были предложены индивидуальные процентные ставки, индивидуальные условия для наших клиентов. С 1 марта мы снизили ставки по жилищным кредитам и автокредитам. И стартовала акция 12.12, это 12 процентов, 12 лет, 12 первоначальный взнос по жилищным кредитам на приобретение строящихся объектов. В этом году мы запускаем новую биллинговую систему в банке. Она будет развернута к осени текущего года. Она будет объединять наш фронт, устройство самообслуживания. Позволит нам уже сейчас предложить нашему клиенту, в этом году мы это будем делать, возможность сделать автоплатеж, допустим, за квартиру. Мы серьезно изменим интерфейс наших устройств самообслуживания, он нас не устраивает. Он будет более дружелюбным, более доступным. Постоянно идет работа и будет другое дополнение для наших клиентов Сбербанк онлайн. Постоянно обновляется филиальная сеть банком. Только в начале года на территории Волговятки открылись 46 обновленных офисов, в том числе и такие, которые позволяют обслуживать маломобильные группы лиц. Сегодня у нас переформатировано и установлено в новых филиалах именно 26. При этом задача этого года дополнительно ввести в работу еще 17 переформативных филиалов. То есть мы реально как бы значительно прибавляем в темпах. Я думаю, там результаты в целом, когда мы будем подводить погоду, будут интереснее. У нас 4 филиала в городе, оборудованы порядка 10 рабочих мест, которые позволяют людям с проблемами по слуху воспользоваться в более комфортных условиях об услугами банка. В ближайшее время появятся передвижные пункты кассового обслуживания клиентов. Они будут выезжать в самые отдаленные села и деревни, тем самым позволяя их жителям свободно пользоваться услугами банка. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика.